Друзья, доброе утро! У кого-то день я видел в чатике. Приветствую вас на вебинаре «Что должна уметь CRM?». Так, вижу вопросы, началось или нет. Кажется, что началось. Видно или слышно лучше и то, и другое меня. Подскажите, пожалуйста. Можно плюсиком, как это обычно бывает. Есть звук, есть картинка. Да, большое спасибо, друзья, за плюсы. Вижу, что все есть. Меня зовут Михаил Беляев. Я руковожу представительством один из «Битрикс» в Санкт-Петербурге. Сегодня я буду модерировать вебинар. И во второй части буду рассказывать вам про «Битрикс-24», про сценарий, который CRM поддерживает с точки зрения технологий. Итак, несколько организационных моментов сегодняшних. Мы с вами начинаем. Начали уже в 11 часов. У нас полтора часа ближайших в нашем распоряжении. О чем мы будем говорить? Мы будем говорить про CRM и продажи, конечно же. Будем говорить о том, насколько CRM-система необходима для бизнеса или продаж. Можно ли без нее обойтись? Какие ключевые функции она несет? Чем она может помочь? Будем говорить про состав отдела продаж. Кто там работает? Кто эти люди, продавцы? Как они мотивируются? Что нужно с ними сделать для того, чтобы они работали хорошо, правильно? Какие механизмы есть у руководителя отдела продаж или руководителя компании? Для того, чтобы смотреть, контролировать и улучшать показатели, которые внутри отдела продаж существуют. Ну и у каждого продажного человека, продажника, в хорошем смысле этого слова. Какие инструменты есть, как это может помочь. Значит, мы сегодня с вами делим вебинар на две части. На двух спикеров. Первый спикер, я представлю его буквально через минутку, будет говорить про ту самую первую часть, про смысловую нагрузку. Что нужно делать, как построить логику работы отдела продаж, как это бывает на практике. Владимир Маринович, забегая вперед, с огромным опытом в продажах и построении команды спикера нашей сегодняшней. Во второй части я буду говорить про сценарий, который поддерживает CRM с точки зрения технологий. Я буду говорить, например, в Bittrex24, что умеет делать CRM, что можно ей доверить и как это фактически внутри системы можно реализовать. У нас сегодня на нашем вебинаре есть волшебный чатик. Вот вы в него пишите торжественно, это здорово, используйте его. И в чате вместе с нами сегодня два партнера-интегратора, которые отлично знают функционал Bittrex24 и на вопросы, которые там возникают, будут с удовольствием отвечать. Если вы пришли с вопросом по Bittrex24, не стесняйтесь, прямо его можно вписать в чат, вот прямо с этого момента. И коллеги, компания CIT и компания WhiteWeb, два у нас сегодня партнера, два интегратора, будут вам подсказывать, будут отвечать на ваши вопросы, это отлично. Чатик мы также будем использовать для вопросов спикера, спикеру и в процессе или в конце будем на них отвечать. Итак, стартуем. Полтора часа в нашем распоряжении, вот я две минутки отъел, надеюсь, это не так критично, не так страшно. Отвечая на вечный вопрос, будет ли запись, да, запись будет. Если у вас вдруг какой-то плохой коннект у интернета сейчас и там несколько слов вы не слышали, можно будет пересмотреть. Мы пришлем вам запись на электронную почту, на которой вы регистрировались. От партнеров у нас тоже будут подарки, тоже будут в письмах, я об этом чуть-чуть попозже скажу. Итак, первым спикером на сегодняшнем вебинаре, первая часть, которую мы сегодня вам решили дать, я приглашаю в эфир Владимира Нариновича. Владимир, повторюсь, человек с огромным опытом построения команд. Владимир работал в классных, интересных компаниях, которые, многие из которых у вас на слуху, улыбка радуги, Гет, консультирует коллег, которые строят бизнес, строят продажи и на основе своего огромного богатого опыта подсказывает, что работает, что не работает, на что стоит надеяться, а на что сразу же нет. Владимир, привет. Доброе утро, Михаил, спасибо тебе большое за приглашение. Для меня тема, которую ты сегодня объявил, является краеугольной. И, друзья, не случайно, когда вы посмотрите мои посты в ленте в Инстаграме или во Фейсбуке, то вы увидите, что мой любимый хэштег – это бизнес-философ. И, как ни странно, сегодня я буду как раз говорить о том, как выстроить продажи, как философию, как идеологию компании, потому что принцип очень простой. Продаешь – значит зарабатываешь, не продаешь – значит не зарабатываешь. Вы сейчас хотите на меня одеть футболку «Мистер Очевидность», друзья, не спешите. Думаю, что в ближайшие 45 минут какие-то полезные вещи нам удастся с Михаилом вам раскрыть. Михаил, спасибо большое, я начинаю. Я тебе очень благодарен. Итак, коллеги, у меня есть любимая фраза, называется она очень просто «Тупой карандаш лучше острой памяти». Поэтому, ребят, пожалуйста, какие-то вещи, которые зайдут в виде коротких фраз, фиксируйте. И я обещаю, что когда еще и запись будет, то вы увидите именно практические инструменты для развития вашего отдела продаж. Давайте вначале разберемся со структурой отдела продаж, потому что я хотел бы, чтобы каждый из вас, друзья, унес сегодня не просто прикольную энергию Мариновича, но еще и практические смыслы. Поставьте, пожалуйста, плюсы, друзья, те из вас, или напишите, у кого B2C, у кого B2B, а у кого B2G продажи. Хочу просто понимать, с какими сейчас задачами по продажам я буду работать. Ребят, у кого B2B, B2G, B2C? Пожалуйста, поставьте B2B, B2C, B2G. У кого какие продажи сейчас в вашем отделе? И я тогда конкретно, да, по каждой из этих, у меня нет картинки, только звук. Вопросы можно писать прямо сейчас. Друзья, напишите, у кого B2B, у кого B2C, у кого B2G? Кто работает с конечными потребителями? Кто работает с юридическими лицами? А кто участвует в государственных тендерах? Коллеги, B2B, B2B. Хорошо, B2B. Окей. Да, 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 да. Все, замечательно. Коллеги, второе, что нужно сделать, берете лист бумаги, помните, да, тупой карандаш лучше острой памяти. Берите, пожалуйста, лист бумаги, прям лист бумаги, кладете его перед собой, берете карандаш и немножко мы с вами подчертим с вами. Значит, пишите сверху квадратик и там, соответственно, собственник, под собственником генеральный директор. А под генеральным директором пошли функции маркетинг, продажи, производство продукта, логистика, финансы и так далее. Значит, первое, что хотел бы, чтобы вы, друзья, зафиксировали, помните вот эти короткие фразы, да, что бизнес это набор функций. Бизнес это набор функций. А ваши сотрудники, ваши горячо уважаемые менеджеры, которых мы все очень любим, они являются, внимание, друзья, носителями этих функций. И поэтому первое, что надо сделать, да, 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 я понимаю, что вам кажется какие-то смешные квадратики, но поверьте, потом вы увидите, как это будет для вас очень полезно. Итак, лист бумаги, первый квадратик сверху собственник, под собственником генеральный директор и под генеральным директором слева направо. Маркетинг, продажи, производство продукта, логистика, ну в общем, у кого, в какой компании, какая специфика бизнеса. Вот такие квадратики рисуем. И вот теперь давайте мы вначале поразбираемся, как вообще работает бизнес, как система. И, кстати, друзья, многие из вас еще и увидят, что вы и собственник, и генеральный директор, и маркетолог, и продавец, и еще, если надо, и коробку себе в багажник закинул и отвез клиенту. Коллеги, поставьте шестерки те из вас, кто узнал себя в этой картинке, когда я и собственник, и генеральный директор, и маркетолог, и продавец, и еще и коробку, если надо, отвез. Кто себя узнал такой сто руки и сто ног, знаете, который каждый день вот это вот, этому послал, этому написал, этому сказал, этому похвалил, этому позвонил, этому напомнил. И вот мы каждый день вот это все делаем за всех. И в результате мы вдруг обнаруживаем, что у нас не бизнес, а вместо того, чтобы бизнес работал на меня, вместо того, чтобы продажи работали на меня, я работаю на свой бизнес, я работаю на свой отдел продаж. Коллеги, поставьте, пожалуйста, шестерки, кому знакома эта картинка. Когда я работаю на свой бизнес, когда я и здесь, и там, и в продажах, и в маркетинге, и везде. Вот эта вот простая структура, собственник, генеральный директор маркетинг-продажи, логистика и так далее, должна закончиться двумя простыми вещами. Поставьте, пожалуйста, в каждом из этих квадратиков фамилию человека, который отвечает за эту функцию. И интересно будет вам посмотреть, в каком количестве квадратиков вы находитесь. И вот теперь начинается высшая магия увеличения продаж. Как сделать так, чтобы мы точно понимали в продажах, кто какую пользу из моих менеджеров по продажам приносит. Я обычно отдел продаж делю на две части. И, соответственно, мы под квадратиком продажи делаем два квадратика. Один это охотники и второй фермеры. Ну или в правильной терминологии, это, соответственно, менеджер активных продаж и менеджер аккаунтинг, сопровождение продаж. Как это работает? Да очень просто. Всегда есть первичная работа с лидом, всегда есть первичная работа с обращением. Это еще не клиент. Это еще только намерение, намерение потенциального клиента стать, ну вот, знакомо. Ну вот эти шестерки, друзья, показывают, что картинка для вас всех, к сожалению, знакома. Но вот сейчас мы сейчас в этом разберемся. Итак, сначала, прежде чем потенциальный клиент станет нашим клиентом, он высказывает некое намерение. Ну, он пишет заявку на сайт, или он звонит, или он приходит к нам в офис. То есть он еще не клиент. И должен быть специальный человек, который должен переводить эти лиды в продажи, эти лиды в клиенты. И если вы на меня посмотрите, друзья, то я как раз являюсь таким вот типичным охотником. Ну, в моей терминологии мне ближе именно охотничьи продажи. То есть моя задача Мариновича, как охотника, как менеджера активных продаж, перевести этот лид в клиента, чтобы была вот эта первая продажа. И второе функция, помните, фермер, это уже тот человек, который работает с клиентской базой, которую этот охотник наколотил. Все, у него уже есть клиентская база. И он делает из нее постоянные продажи. А охотник, до 30-го числа, выполнив свой план по новым клиентам, с 1-го числа опять начинает колотить новых клиентов. Вот так система и работает. Маркетинг гонит лиды. Менеджер активных продаж эти лиды холодные переводит в клиента. Аккаунт-менеджер, это тот человек, который уже работает с клиентской базой. Он ее сопровождает и делает постоянно продажи до продажи. Так вот, друзья, почему я вам всем рекомендую настоятельно, и Александр Харлак, мне нужна ваша помощь. Александр, будьте добры, напишите, пожалуйста, два названия двух фильмов. Первый фильм, это «Основатель». Александр, напишите, пожалуйста, «Основатель». Фильм называется «Основатель», это фильм 2016 года. И второй фильм, «Человек, который изменил все». «Человек, который изменил все». Или «Лай ВМД». Будьте добры, вот два этих фильма. Название напишите, пожалуйста, друзья. «Основатель», это фильм 2016 года. И второй фильм, это «Человек, который изменил все». Кстати, там играет Брэд Питт. Это фильм 2011 года. Вы думаете, что это он сначала начал про продажи, а сейчас сбился на какие-то фильмы. Друзья, те из вас, кто смотрел «Основатель», как вы думаете, какой основной вывод надо сделать из этого фильма? А там, между прочим, в этом фильме, друзья, есть сермяжная правда, как выстроить управление продажами, как выстроить бизнес-процессы таким образом, чтобы, внимание, друзья, запишите, пожалуйста, самую главную фразу моего сегодняшнего мастер-класса. «Чтобы у ваших сотрудников не было возможностей не делать, чтобы у ваших сотрудников не было возможностей не продавать, чтобы у ваших сотрудников не было возможностей не звонить, не делать апсейл, не выставлять счета». Вы смотрите на меня и думаете, а как это возможно? А пожалуйста, вот вам пример. Три года назад у меня была сотрудница. Замечательная девушка, Мария, все прекрасно, все очень хорошо. И я договорился с моим клиентом о том, что все, мы делаем сделку. И сумма такая вполне себе приятная, 140 тысяч рублей. Представьте себе, я с ним договорился, я ему продал, он подтвердил, что он покупает. И нужно было только, внимание, друзья, выставить счет. Нужно было только выставить счет. И все, и он бы оплатил. Я сказал Марии, Мария, пожалуйста, выставьте счет. И, соответственно, Сергей оплатит его счет. И мы там на следующей неделе, в среду, проведем, соответственно, услугу, которую он купил. В понедельник я ему звоню. Сергей, давай уже более точно договоримся про место, про время. А он мне говорит, друзья, внимание, Владимир, а ничего не будет? Я спрашиваю, как это ничего не будет? Он говорит, ну, в смысле, мы же договорились. Он говорит, да, мы договорились. Только понимаешь, какая штука? Я ждал, ждал, когда твоя Мария выставит счет. Когда я этот счет оплачу. И когда я оплачу этот счет, ну, соответственно, все, пожалуйста, да, мы могли бы с тобой договариваться про эту самую услугу. Но только Мария счет не выставляла. Я 3-4-5 раз ей напоминал. Она счет не выставила. Ну и ладно, я подумал, может быть, тебе, ну, там, нет времени мной заниматься. И поэтому я нашел другую компанию, которая мне помогла в решении моей задачи. Это было очень больно. Это было очень больно. Я потерял 140 тысяч рублей. И знаете что? Как вы думаете, друзья? Когда я спросил у Марии, я после этого позвонил Марии, естественно, и я спросил у Марии. Мария, а почему вы не выставили счет? Я всегда с сотрудниками на вы. Я спросил у нее, Мария, а почему вы не выставили счет? Вот в чем причина? Что вам помешало выставить счет? Потому что не надо было делать продажу, ничего не надо было. Надо было просто выставить счет. Как вы думаете, что ответила Мария? Друзья, коллеги, какие у вас есть идеи? Что ответила Мария? Почему она не выставила счет? Еще раз напоминаю, не надо было продавать, ничего не надо было. Надо было просто выставить счет. И он бы, мой клиент Сергей, он бы оплатил 140 тысяч рублей. В результате эти 140 тысяч рублей ушли к другому подрядчику. Может быть это знакомо кому-то, друзья? Поставьте, пожалуйста, плюсы. Я бы хотел, да, вижу, как отзываетесь. Оксана, спасибо. Татьяна, спасибо. Сергей Фрумкин, спасибо. Спасибо Дарья Малинина. Но вижу, что для вас это все тоже очень актуально. Так вот, пожалуйста, ребят, напишите, пожалуйста, ваши версии. Как думаете, почему Мария не выставила счет? Очень это мне... Ну, если вы думаете, что не поняла задачу, как это не поняла задачу? Надо выставить счет, просто счет, вписать туда 140 тысяч рублей. И после этого его послать там по электронной почте. И все, там реквизиты, он бы по этим реквизитам оплатил бы. Очень простая задача. Мария взрослая барышня, там лет 30. Вот, поэтому задача тоже была понятная. Почему она не выставила счет? Реквизиты были, все было. Все было, друзья, все было. Все было. Вот пока вы подумаете над этим, забыла, не успела, не было реквизитов, забыла, контакта его не было. Контакт я дал. Забыла, забыла, забыла. Ой, Софья, Дарья, Иван, Вадим, Екатерина, Борис и Александр. К сожалению, ваша проблема, друзья, состоит в том, что вы умные и здравомыслящие люди. Потому что ответ вам даже в голову не может прийти. Потому что он не может прийти в голову человеку со здравым смыслом и опытом. Итак, внимание, друзья. Ответ Марии. Почему она не выставила счет? И я, соответственно, не заработал 140 тысяч рублей. А знаете какой? Выдохните. Ответ. Не знаю. Мне Мария на мой вопрос, почему она не выставила счет? Она ответила. А я говорю, не знаю. Ну вот, вот, вот. Я не знаю, почему я не выставила счет. Во время нашего телефонного разговора в этот момент раздалась пауза. Ну я просто, вот у меня мозг лихорадочно думал, что я, вот что я должен сейчас ей сказать, что я должен сделать. Вот как я должен отреагировать, когда взрослый человек, который зарабатывает, который понимает, что от этих денег зависит его зарплата в том числе. Когда он отвечает, а я не знаю, почему я не выставил счет, но я теперь знаю одну, друзья, простую вещь. И это вы найдете, посмотрите фильм «Основатель» и посмотрите фильм «Человек, который изменил все». Кстати, если кто-то смотрел, поставьте по десятибалльной шкале вашу оценку, насколько это полезные для бизнеса фильмы. Так вот, друзья, самый главный вывод, который можно сделать из этих фильмов и который я хочу вам сейчас сказать, зачем я принимаю участие в этом мастер-классе. Потому что самая главная потеря продаж, друзья, она находится именно в этой, в этой точке. Когда мы сработали с лидом, когда лид подтвердил «Да, я готов купить ваш продукт». И дальше мы этот лид теряем. И вот на этом листке бумаги, на котором, друзья, мы нарисовали структуру, помните, отдел продаж, охотники, фермеры, переверните его и нарисуйте ведро. Нарисуйте ведро. И в этом ведре, друзья, нарисуйте дырки, дырки, дырки. Так вот, к сожалению, очень часто наш отдел продаж, друзья, это такое дырявое ведро, в которое мы тратим деньги на маркетинг, туда заливаются лиды и из этих лидов потом не происходит продаж. Это самая болезненная вещь, которая, к сожалению, я знаю по своему опыту происходит и думаю, что кому-то из вас это знакомо. Кстати, поставьте, пожалуйста, плюс, кому знакомо, что маркетинг работает, лиды идут, а продаж нет. Теперь подробнее в этом покопаемся. Очень важная для меня, друзья, задача донести до вас, что, помните, когда я говорил, бизнес это функции, а люди являются носителями функции. Я даже, видите, сегодня футболку такую одел, вот с таким вот роботом. Это чтобы мы понимали, что задача наша состоит в том, чтобы выстроить такую систему продаж, при которой мы, внимание, друзья, не будем зависеть от человеческого фактора. Мы должны выстроить продажи таким образом, чтобы у ваших и у моих сотрудников, ребят, не было возможности сказать, я забыл, я не помнил, мне что-то было непонятно, мне не сказали и вот такие тому подобные отмазки. Кстати, в прошлом году я сделал даже такую книжку, которую так и назвал «Типология отмазок и способы борьбы с ними». Так что еще в одном мастер-классе я расскажу о тех отмазках, которые вы встречаете в своей практике. Но как вы думаете, почему ваши сотрудники вам скармливают отмазки? Почему у вас, ну, получается их, эти отмазки брать, вместо того, чтобы получать результат? А можете еще одну фразу Мариновича записать? Очень, друзья, вам это будет полезно. Что вы покупаете, то вам и продают. Друзья, что вы покупаете, то вам и продают. И если ваши сотрудники знают, что они могут вам рассказать причины, почему не получилась продажа, и вы, а, ну, да, конечно. Ну, как это бывает? Вам рассказывают про плохую погоду. Пример хотите? Я прихожу, например, в магазин и залезаю в кассу, ну, в магазин, который мой, залезаю в кассу, а там мало денежек. Спрашиваю, почему мало денежек? А мне продавцы говорят, ну, так, Маринович, хорошая погода. В смысле хорошая погода? Какая связь? Ну, так очень просто, хорошая погода. Все уехали за город, и поэтому никто ничего не покупает. Ну, ладно, думаешь, есть в этом логика. Через две недели приезжаешь в магазин, открываешь кассу, там мало денег. Смотришь и спрашиваешь, а почему мало денег? А тебе говорят, так, Маринович, ну, что ты как ребенок? Плохая же погода. А какая связь, спрашиваешь? А тебе говорят, ну, так как? Плохая погода, все сидят дома, поэтому никто ничего не покупает. И, друзья, те, у кого не B2C, а B2B бизнес, вам известны эти отмазки, правда? Напишите, пожалуйста, какие вы чаще всего слышите отмазки от своих сотрудников. О том, что, например, кризис, глобальное потепление климата, никому ничего не надо, никто ничего не покупает, у клиентов нет денег, у конкурентов дешевле и прочее, бла-бла-бла. Напишите, пожалуйста, друзья, ваши отмазки, которые вы чаще всего сейчас слышите вне зависимости от B2C, B2B, B2G. Потому что, друзья, еще одно слово очень важное, которое я запрещаю своим сотрудникам, это слово «специфика». Нет никакой специфики. Знаете, как было прикольно, когда в одном из южных городов России я рассказывал о том, как выстроить продажи, воронка, потому что я еще, друзья, расскажу, что какой бы я ни был там великий собственник компании, я обязательно сам участвую в продажах. И, кстати, друзья, еще запишите, если у вас есть роб, и этот роб говорит, я не должен сам продавать, я организовываю продажи, у меня есть для этого менеджер по продажам, то, значит, это плохой роб. Роб – это отдел, руководитель отдела продаж. Значит, это слабак. Потому что даже тогда, когда я был великим руководителем русского стандарта по северо-западу, и у меня, соответственно, были сотрудники, подчиненные, даже в этот момент у меня личные были 10 клиентов. Очень, знаете ли, позволяет хорошо понимать, что на рынке происходит, что творят конкуренты и как с ними бороться. И вот это личное участие в продажах, очень, друзья, вам тоже рекомендую практиковать. Например, что это такое, как понять и как это применить к продажам. А очень просто. Друзья, пожалуйста, скачайте из вашей базы, скачайте список тех клиентов, которые перестали с вами работать последние полтора года. Вот 19 и первая половина 2020 года. Скачайте, пожалуйста. И после этого, вот это очень важно, сами, это очень важно, друзья, сами, лично, никакому менеджеру не поручаем, никому не делегируем. О, какое мы слово знаем, делегирование. Нет, никому ничего не делегируем. Сами лично. Здравствуйте, Сергей Петрович, вы у нас перестали покупать, не знаю, там, фитинги, шмитинги, или там какие-то битубишные услуги, или битубишные продукты. Сергей Петрович, хотел бы с вами позавтракать. И когда Сергей Петрович соглашается с вами пообщаться, это замечательно. Вот, пожалуйста, запишите у него раз, два, три, четыре, пять, что он вам расскажет, почему его компания перестала покупать ваш продукт, почему его компания перестала покупать вашу услугу, почему его компания перестала покупать ваш товар. И знаете что, друзья? Вы там много интересного узнаете. Например, про то, что ваш менеджер доблестный презентацию послал, а навстречу не явился. Или презентацию послал, коммерческое предложение сделал, навстречу явился, а после этого все равно пропал. Или, например, когда ему предложили поучаствовать в тендере, он сказал, да, 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 конечно, пришлите ссылку, и все, и тоже тишина. Друзья, поставьте, пожалуйста, плюсы, кому это знакомо. Пожалуйста, поставьте плюсы, кому это знакомо, когда мы сливаем продажи. И знаете что, друзья? Могу вам сказать еще одну очень прикольную вещь. На мой взгляд, кризиса нет. Нет, нет кризиса. Есть изменившаяся экономическая ситуация, я не буду с этим спорить, но сейчас есть компании, которые растут. Сейчас и компании, которые развиваются. Есть компании, которые создают новые продукты, и менеджеры этих продажей по продажам, менеджеры по продажам этих компаний активно на рынке, наоборот, сейчас используют возможности для того, чтобы растопыриться, для того, чтобы занять большую долю на рынке. Например, одна из компаний, которую я консультировал, это одна из сетей стоматологических в Петербурге, называется «Доступные стоматологи». За полгода, внимание, друзья, они выросли в два раза. Почему? А потому что они использовали как раз вот эти принципы систематизации продаж и воспользовались тем, что их конкуренты, очень многие, обанкротились, и даже они начали уже скупать эти помещения с этим оборудованием и даже перенимать к себе на работу тех сотрудников, которые из этих обанкротических компаний ушли. Это так работает. Я утверждаю, что сейчас хорошее время для развития. Но развиваться, друзья, можно и нужно только в том случае, когда выстроили системную работу по организации продаж. Вот если для вас продажи не космос, не магия, ух ты, у нас купили, ура, ура, у нас купили, а когда-то системная работа, тогда имеет смысл развиваться. Потому что без системы, без управления бизнес-процессами продаж это будет масштабирование убытка. Вы будете находиться, вы будете надеяться на то, что может быть какое-то чудо случится. Нет. Если мы не систематизируем продажи, если мы не контролируем по цифрам наших менеджеров, то, соответственно, нам продают отмазки. Друзья, кому понятно? Поставьте, пожалуйста, плюсы. Друзья, кому понятен этот блок? Еще раз. Структура компании. Кто за что отвечает, расписываем. Охотники, фермеры. А теперь про цифры. Ага. Ага. Ну, замечательно. Хорошо, да. Спасибо, Юлия. Спасибо, Павел. Спасибо, Елена. Василиса, попробуйте перезагрузиться или зайти с другого браузера. Обычно это помогает. Поехали дальше. Цифры. Друзья, давайте про охотников. Ну, или вот эти вот менеджеры по активным продажам. Есть две цифры, по которым я всегда понимаю, насколько менеджер хорошо отрабатывает, насколько он профессионально работает и хочет зарабатывать. Две цифры. Первое. Это выполнение плана по количеству новых клиентов. Итак, маркетологи гонят лиды, и, соответственно, этот менеджер по продажам, он должен выполнить план по количеству новых клиентов. Ему лиды, он, маркетолог, дает, он из лидов делает клиентов. Выполнение плана по количеству новых клиентов. И вторая цифра, по которой я контролирую вот этого менеджера активных продаж, это оборот или минимальная сделка на одного клиента. Почему надо это контролировать? А потому что, если вы не будете выставлять ему план по обороту или минимальную сделку, то он вам доблестно наколотит 57 клиентов по 700 рублей, и все, и он будет нерентабелен. Поэтому вы должны контролировать не только всю воронку, весь процесс продаж, но он должен еще и быть для вас рентабелен уже в первый же месяц. Если вы так будете подходить к контролю ваших менеджеров, то вы можете с этого момента, друзья, очень быстро разбираться а, кто из менеджеров хорошо работает, кто хорошо продает, и б, ваш испытательный срок в таком случае будет длиться, не знаю, там, 3 месяца, простите, 3 месяца, не 3 месяца, а 3 дня. Потому что уже в первые 2-3 дня станет понятно, он будет продажи продавать или он будет вам рассказывать про плохую погоду и про кризис. Две цифры для менеджера активных продаж. Первое, это выполнение планов по количеству новых клиентов, и второе, либо план по обороту на месяц, либо минимальная сделка, так, чтобы он сразу был для вас рентабелен. Коллеги, кому понятно, поставьте, пожалуйста, плюсы, что менеджер активных продаж, того человека, который лиды переводит в клиентов, можно контролировать через вот эти два цифровых показателя. Выполнение плана по новым клиентам, окей, и так, люди-охотники потом получают деньги за новых величинных клиентов в следующем месяце, или дали от выручки, или только всегда за новых. Автоксимли, автоксимли, такой смешной ник прикольный, автоксимли, ответ, он должен в этом месяце выполнить план по новым клиентам, план по обороту, и он в этом месяце должен заработать свои деньги. Все, после того, когда он отработал этих новых клиентов, новые клиенты переходят к вот этому фермеру или к аккаунт-менеджеру, и тот уже начинает работать с этой клиентской базой. А охотник опять, 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 опять колотит новых клиентов. Вот так вот работает. Если этот человек про деньги, если этот человек про зарабатывание денег, то это человек, который способен каждый месяц делать новые и новые продажи. Например, вы мне скажете, ага, а если он, например, в моем городе уже всех захватил, все, уже все клиенты наши, ну, пожалуйста, тогда, друзья, я тоже говорил, создаете новые продукты, и эти новые продукты даете этому охотнику для продажи, для апсейла. И вот, пожалуйста, эта песня хороша, начиная сначала. И, Михаил, дружище, давай в одном из наших мастер-классов мы расскажем о том, как выстроить процедуру запуска новых продуктов с новой маржинальностью, и как этот процесс можно контролировать. Так, охотников рассказал. Давайте, фермеры или аккаунт-менеджеры. Как работает? Там три цифры. Первое, это выполнение плана по обороту. Второе, выполнение плана по валовой марже. И третье, это дебиторская задолженность. Точнее, нормативы по просроченной дебиторской задолженности. Например, 10 и 10. Он, если допускает 10% просрочки, или у него просрочка составляет больше, чем 10 дней в B2B-продажах, все, мы ему закрываем продажи, и он должен собирать деньги. Это предельно важно, друзья, потому что, если мы таким образом не выстроим ответственность менеджера за дебиторскую задолженность в B2B-продажах, а, кстати, и в B2C тоже такое возможно, то он скажет, ну все, я раздал, я продал, а вы там уже берите юриста и выбивайте деньги. Не-не-не-не-не-не-не. Продажи, это когда деньги на счете. Вот вам три цифры для аккаунт-менеджера, для этого фермера. Выполнение плана по обороту, выполнение плана по валовой марже и борьба с дебиторской задолженностью. Давайте про валовую маржу поговорим. Это прям очень важно. Если мы не сделаем его привязанным в его премии к выполнению плана по валовой марже, то он вам загрязет мозг тем, что надо давать скидки. Ну, обычная история. Друзья, поставьте пятерки, те из вас, кто слышал, вот сейчас мы дадим ему скидку, а потом он у нас много купит. Да, он у нас сейчас купит одну штуку, да, со скидкой, но потом он у нас купит много. Друзья, кому, кто слышал эту историю, кто слышал эту сказку, кто слышал эту легенду, поставьте, пожалуйста, пятерки, кто слышал эту легенду, кто слышал эту сказку. Так вот, я не верю ни в какие будущие времена и утверждаю, что этот фермер, этот аккаунт-менеджер должен бороться за маржу, он должен бороться за продажи по максимальной цене. Окей, ну вот, все, вижу, Сергей, Марина, да, Наталья, окей, знакома. Все, разобрались. Итак, структура, отдела продаж, охотники, фермеры. Второе, всех оцифровать. Третье, процессы. Помните, наша задача, друзья, почему меня пригласил, соответственно, Михаил, это чтобы я рассказал, как в разных бизнесах, что розничная сеть, что B2B продажи, сейчас Гет, или вот мы делаем сейчас агрегатор маркетплейсов, очень крутой проект, можете найти в инстаграме электроопт, и производители, кто из вас производители, пожалуйста, найдите, мы готовы вас продавать на маркетплейсах. Так вот, везде я строю всегда по одному и тому же принципу, и это работает, потому что нет людей, есть функции, люди являются носителями функций, и каждую функцию можно отцифровать, и я каждый день понимаю, на каком свете каждый менеджер, друзья, находится, и причем контролировать это надо каждый день. Почему каждый день? А потому что если мне будут 5-10 числа рассказывать про то, что 29-го как много денег упадет на счет, я блуждаю, да, конечно, 29-го, а потом, но 29-го что-то как-то много денег, ты не упала на счет, спрашиваешь, а где деньги? Ну и вам начинают рассказывать историю, что генеральный директор клиента уехал в отпуск, и поэтому не подписал там счет, главный бухгалтер вышел замуж и прочее, бла-бла-бла. Друзья, поставьте пятерки, те из вас, кому знакома вот эта история, что вот в конце месяца будет обязательно, а вы за это время аренду офиса заплатили, за маркетинг заплатили, премии заплатили, все заплатили, только вот денег 29-го как-то почему-то не пришло. Поэтому, друзья, утверждаю, что для того, чтобы вы получали запланированные деньги в плане продаж, контролировать нужно каждый день, каждый день. И можете еще одну фразу Мариновича, друзья, записать, что результат месяца это сумма результата в 31-го дня. Друзья, запишите, это прям вот результат месяца это сумма результата в 31-го дня. Ну, если у вас B2B бизнес и у вас 22 рабочих дня, значит, это сумма результата в 22-х дней. Каждый день нужно контролировать выполнение плана по продажам и охотников, и фермеров. Как? Очень просто. Например, в Гете я под потолком вешал такой монитор и в этом мониторе каждое утро, когда сотрудники приходили, отражались 4 цифры. Друзья, 4 цифры, всего 4 цифры, не 14, не 50, всего 4 цифры. Это план-факт по обороту, план-факт по валовой марже, план-факт по количеству поездок и процент невыполненных поездок. И эти 4 цифры мне уже позволяли понимать, где, на каком свете я нахожусь, где, на каком уровне и выполнении плана, на сегодняшний день мы находимся. И тогда мне это позволяло управлять продажами. И вот для того, чтобы, друзья, вы никогда больше не были в куче вот этих вот отмазок и легенд про 29-е, когда много денег придет. И для того, чтобы вы могли каждый день контролировать и существует CRM-система. Именно для этого существует CRM-система. Можете записать мою любимую фразу. Есть CRM, есть бизнес, нет CRM, нет бизнеса. Есть CRM, есть бизнес, нет CRM, нет бизнеса. Это вот так. Причем я хочу, чтобы вы понимали, друзья, как это работает. Это работает на уровне культуры и бизнес-культуры. Вам мама в детстве говорила, надо чистить зубки утром и вечером. Мама уже не говорит, потому что вы уже взрослые, сами знаете. И мы что продолжаем? Чистить зубки. Потому что возникла культура вот этой гигиены. Так вот, управление продажами, друзья, это культура контроля, планирования, организации. И для этого существуют CRM-системы. И знаете что? Я вам больше этого скажу, что если вы хотите ближайшие четыре места, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь снять максимальные продажи и увеличить продажи на 15, 20, 30, 40, 50 процентов, это надо посмотреть, где те самые в вашей воронке продаж дырки, из которых выливаются лиды. Вот, пожалуйста, вы тогда и сделайте аудит вашей системы продаж. И две вещи, которые нужно сделать. Прописать процесс продаж и второе, я вам даже его рассказал. Помните, там охотники, фермеры, эти выполнили, этим передали, эти потом делают апсейл. Так вот, вы когда сделаете вот этот самый аудит, ну, тогда, пожалуйста, можно этот процесс прописанный внедрить и контролировать с помощью CRM-системы. И, друзья, это, вы не представляете, как это упрощает жизнь. Это у вас теперь будет занимать контроль продаж 15 минут утром, 15 минут днем, 15 минут вечером. Вы сейчас каждый день вот это 10 часов этому позвонил, этому сказал, этого пнул, этого ругал. И вместо этого вы сможете там хотите утром, хотите вечером, хотите днем, зашел и посмотрел, где у какого клиента, где у какого менеджера, на каком этапе находится сделка. Если кто-то из ваших сотрудников сливает сделку, то вы всегда сможете туда залезть и увидеть, почему он сливает сделку. Потому что не позвонил, потому что не послал КП, не выставил счет, не согласовал договор, или, или, да там много, может быть, на самом деле причин. И вот видеть а, историю продаж этого клиента и б, видеть, на каком этапе находится сделка по клиенту, вот так вот работает. Меня часто спрашивают, друзья, пожалуйста, да, Нина, это правильно, надо системно, но работать. Только, Нина, понимаете, какая штука? Сегодня утром у меня был мастер-класс, у меня сегодня была консультация для одной барышни, и там вот такая вещь, она много работает и мало зарабатывает. И вдруг обнаружилось, когда я начал копать, что, помните, я вам вначале говорил, структуру построить, так она и собственник, и генеральный директор, и директор по продажам, и маркетолог, и еще вот то самое, если надо, ящик схватила, багажник кинула и клиенту отвезла. Вот, поэтому работать, конечно, надо, Нина, но работать-то надо как умно и системно. и для этого и существует СРМ-система, которая вам и позволит увидеть, где, на каком этапе вы сливаете эффективность. Друзья, помните, я говорил, посмотрите фильм «Основатель» и «Человек, который изменил все». Про это, эти два фильма, как сделать так, чтобы у людей, ваших сотрудников не было возможностей не делать. Это так работает, чтобы у ваших сотрудников не было возможностей не делать. Коллеги, найдите в Ютьюбе мое любимое видео. Видео называется «Марина Астафьева, пожалуйста, напишите название видео «Стабильности больше нет». Пожалуйста, Марина, напишите «Стабильности больше нет». Марина, «Стабильности больше нет». Будьте добры. Вот, это очень классное видео, три с половиной минуты. И вы, друзья, так, у меня осталось всего пять минут. Михаил, если есть какие-то вопросы, я готов на них отвечать. Друзья, пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Еще раз, меня зовут Владимир Маринович, я бизнес-ангел, я создаю проекты, я продаю проекты. В прошлом такие проекты, как «Улыбка радуги», я очень горжусь этим проектом. Друзья, все начиналось с двух полухозяйственных магазинов. А сейчас, Михаил, дружище, уже под тысячу магазинов 15 миллиардов годового оборота. А знаешь, вот у меня есть немножко, расскажу. После 10-11 «Улыбки радуги», у нас начались плохие инвентаризации. И я понял, в чем дело, потому что до 10 магазинов моего мозга хватало вот этому сказать, этому дать указания, этому дать решения. А после 10 магазинов, все, я уже не мог вырабатывать необходимое количество решений по ассортименту, по персоналу, по открытию новых магазинов. И у нас пошли адские плохие инвентаризации. Знаешь, что я тогда сделал? Две вещи. Так. Но ты же знаешь мою любимую фразу, не важно, что ты знаешь, важно, кого ты знаешь. И я очень горжусь, что я знаю Михаила из Bittrex24. Так вот, я тогда собрал все бизнес-процессы, которые были в Оке, Пятерочке, Дикси, Ленте, ну, потому что у меня есть много знакомых. Я через себя пропустил, выписал в первую очередь процессы продаж и угадать с одного раза, что было нашим следующим шагом. Мы внедрили CRM-систему, которая нам позволила контролировать исполнение этих процессов. И с этого момента у нас, например, такой показатель, как количество аутовстоков, знаешь, когда товара на полке нет. Да? Ведь тебе клиент все простит. Он тебе простит, что ты в неудачном месте, что даже, ну, ты дорогой, но он тебе не простит, что у тебя товара нет, он его просто тупо не купит. И поэтому, конечно, CRM-система очень здорово помогает эффективнее работать Ниной из Таврополя. Поэтому работать важно, но важно работать системно и эффективно. И CRM-система в этом плане, конечно, на мой взгляд, очень крутой инструмент, который усиливает ваши управленческие компетенции. Михаил, готов ответить на любые вопросы? Да, я сейчас буду посматривать в чатике и озвучивать. В какой момент охотник передает клиенту фермера? Ну, пожалуйста, вот как только лид перешел в клиента, клиент оплатил, то есть деньги на счет пришли и стало понятно, что это не просто некое, знаешь, намерение, а это клиент. Договор запрещен, оплата пришла, все, пожалуйста, этот клиент переходит к фермеру. Михаил, спасибо за запрос. Тут, друзья, еще одна крутая вещь есть. Когда вы таким образом выстроите отдел продаж и систематизируете продажи и контроль исполнения через CRM-систему, у вас, друзья, самая крутая вещь возникнет. Вы перестанете зависеть от своих сотрудников, потому что сейчас они часто вас шантажируют. Я уйду конкуренту, я заберу клиентскую базу на флешке, бла-бла-бла и прочее. Поставьте адские шестерки, кому знакомо, это бой. Так вот, друзья, в тот момент, когда вы разобьете продажи на фермеров и на охотников, вы перестанете от них зависеть, потому что у вашего клиента в голове будет не Вася, не Маша, а в голове у вашего клиента смотри, какие пошли пятерки. Да, больно. А потому что у вашего клиента в этот момент, друзья, будет ваша компания, а не конкретный человек. И поэтому выстроить таким образом процесс продаж и автоматизировать контроль и позволит вам добиться главного больше продавать и не зависеть от ваших сотрудников. Я ответил? Да. Адские шестерки ставят прям количество трех штук. Значит, очень попали в точку. Вопрос про мотивацию. Вот что такое мотивация и как она для продавцов работает? Фух! Михаил, значит, давай тогда делать еще один мастер-клайп, потому что ты знаешь этой серии типа «А как сотворен мир?» Но тем не менее, отвечу. Базовые принципы сейчас скажу. Друзья, значит, смотрите, по моему глубокому убеждению, Владимира Мариновича. Если у вас будут такие вопросы более глубокие, пожалуйста, V.Marinovich в инстаграме можете меня найти, но сейчас здесь базовые принципы дам. Значит, деньги находятся, внимание, друзья, на третьем месте, на третьем месте среди драйверов, чтобы сильные люди к вам пришли и чтобы они у вас оставались, несмотря на то, что их там будут конкуренты дербанить. на первых двух это, конечно, это эмоциональный интеллект и второе, понимание того, что ваш продукт и ваша компания это лучшее место для такого, для, лучшее место для такого сотрудника. И вот если для этого человека А, он получает от вас обратную связь, он с вами растет, Б, он занимается любимым делом, ну нравится ему работать в вашей компании, нравится ему работать с вашим продуктом, тогда, тогда работает денежная мотивация. Давай про денежную мотивацию. Значит, для охотников премии их привязать, ну, например, оклад небольшой, я всегда рекомендую, не знаю, там, 15 тысяч рублей, ну, то есть, минимальный мрот и премия, которая делится на две части. Одна часть за выполнение плана по количеству новых клиентов, а вторая часть за выполнение плана по обороту. Бо работает. И каждый месяц он начинает с нуля. То есть, грубо говоря, выполнил план, получил деньги. А с первого числа все, эта песня хороша начинает сначала. Работа такая у охотника. Ну, для примера, Михаил, ты же понимаешь, ты изучаешь меня, я изучаю тебя. Так вот, мне кажется, что, ну, как ты думаешь, я кто, я охотник или фермер? Ну, во-первых, ты признался, но ты четко охотник. Ну, я, да, 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 меня хлебом не корми, знаешь, там, меня можно заслать в Антарктиду, я белым медведем буду холодильники продавать. Ни хорошо, ни плохо. Природа таким устроила, ну, психофизика такая. А Михаил Беляев, коллеги, на мой взгляд, это вот классический, просто, вот просто высшего уровня аккаунт-менеджер, который никогда ничего не забудет, клиент будет облизан, в CRM-системе все будет внедрено, и клиент никогда поэтому и не уйдет, а А, будет нам лоялен, значит, будет возвращаться, и Б, будет рекомендовать, потому что он понимает, что он находится в руках у Михаила, который никогда ничего не забывает. Это так работает, друзья, ни хорошо, ни плохо. Поэтому охотнику премию выставляем в зависимости от выполнения двух показателей, план по обороту, план по новым клиентам. А фермеру, аккаунт-менеджеру, три показателя, одна треть премии, это я вам так, друзья, предлагаю, одна треть премии за выполнение плана по обороту, вторая треть премии за выполнение плана по валовой марже, и третья треть премии за дебиторскую задолженность, ну, точнее, за ее недопущение. Там могут быть, конечно, нюансы, и если будет интересно, вы можете в битриксе оставить заявки, сделаем еще мастер-класс и поподробнее там покопаемся. Но принцип такой. Коллеги в чате пишут, что я робот по поводу аккаунтинга. Значит, есть секрет, который очень прозрачный. Я вообще на память не надеюсь. Вот меня сын подкалывает, что я там половину всего не помню, а у него получше. Но просто пока еще объемы разные, которые в голове держатся. А помнишь, моя любимая фраза по этому? Тупой карандаш лучше острой памяти. Поэтому я и убиваю. СРМ-система, 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 СРМ-система. Вплоть до того, что, Михаил, сейчас ты в меня бросишь помидором. Вплоть до того, что начните с Excel, но просто начните, наконец, уже фиксировать и контролировать. И тогда вы поймете, что СРМ для этой функции, конечно, работает лучше. Я автоматически сводился за помидор. Михаил, прости, еще одну важную вещь расскажу. Про Таскер, есть процессные, выстроенные процессы. Ну, например, процесс продаж. А еще, я их называю, тупички прилетают. Да, Михаил? Каждый день прилетают какие-то тупички. Ну, такая разовая задача, которую, ну, вот куда ее впихнуть? Вне процесса. Она вне процесса, правда? Ну, там, например, как мне вчера позвонил парень из Дубаев, русский, который там уже 5 лет живет. Он узнал про наш агрегатор маркетплейсов и говорит, Владимир, а давайте мы сделаем здесь такой, потому что там точно такая же ситуация. Маркетплейсы есть, а мозг у всех производителей взрывается, как заходить сразу там в 15 маркетплейсов. А у вас уже готов такой сервис. И вот, вот это куда? У меня даже нет такого процесса отработанного под названием создание региональных партнерств. Понимаешь, да? И вот такой тупичок прилетает. И как ты думаешь, что я сделал? Естественно, что в нашем Битриксе возникла в Таскере задача выстроить процесс региональных представительств. Это так работает, друзья. И сейчас в этом Таскере задача начнет двигаться от статуса одного поставленной задачи к статусу выполнено. А я буду каждый день видеть, как она двигается, потому что я, естественно, уже назначил парня, который отвечает за разработку этого процесса. Поэтому, коллеги, вот это еще одна крутая тема. Таскер в Битриксе, на мой взгляд, очень классный и интуитивный. Мне очень нравится. Мне очень. про Excel у меня сегодня будет отдельный слайд, я поговорю. Я надеюсь, что все уже начали с Excel, что это пройденный этап, что нет таких людей, которые вообще никуда не записывают. У них там 10 клиентов. И все это вокруг головы вращается. Все вокруг головы, да. Хорошо. Так, друзья, мы по времени не успеем ответить на все вопросы. Вы очень активны, это прям супер-пупер. Значит, вопросы есть. часть из них я постараюсь закрыть во второй части нашей сегодняшней презентации вебинаре, когда буду рассказывать непосредственно про CRM. Вот немножко. И часть коллеги, которые сегодня в чатике позакрывают и по сценарию, и по работе в Битриксе 24. Владимир, огромное спасибо. Прям кусок ценной информации. Я надеюсь, каждый себе выписал несколько штук того, что сейчас нужно делать прямо вот сегодня. на прощание можно я один вопрос задам? Да. Как ты думаешь, что объединяет, друзья, как вы думаете, что объединяет меня и ежика? Знаете, в лесу такие есть ежики такие, ежики. Вот как ты думаешь, что меня объединяет меня и ежика? Но не буду вас мучить, все очень просто. И у меня, и у него спина в колючках. Просто у него от природы, а у меня от граблей. Вы не представляете, сколько я наделал ошибок, сколько я денег потерял именно из-за того, что позволял сотрудникам не делать. Поэтому я сегодня, там, не знаю, 144 раза говорил вот это, сделать систему, при которой у человека нет возможности не сделать. И CRM-система, друзья, она уменьшит просто количество граблей и ошибок, и вы сможете таким образом контролировать продажи. И чтобы не было, помните, вот эта Мария, которая, а я не знаю, почему я не выставил счет. Слушай, четыре года прошло, мне до сих пор больно. Ну ладно, это уже моя история. Надо сходить к психологу. Проработать ее, да. Счастливо. Счастливо. Спасибо большое за приглашение. Пока. Счастливо. Так, переключаемся на вторую часть. Я вам показываю немножко презентацию, так и называют, что умеет современная CRM. Я поговорю про ключевые функции, которые CRM сейчас в текущем режиме может вам дать. Не про все, конечно, но, наверное, остановлюсь на основных. Буду подсматривать в чатик, буду вам пару вопросов задавать, но и повторюсь, коллеги из интеграторов сейчас будут в чатик смотреть пристально и поотвечают вам на то, что можно сделать, что нельзя сделать с CRM-системой. Итак, я буду приводить примеры на Bitrix24. Значит, ну, много слайдов у меня будет таких смысловых. Я залез давным-давно уже в Википедию посмотреть, что такое CRM. Вот. Ну и по сути, вот тут есть определение, я его засчитывать не буду, разными цветами я видел, выделил разные задачи, которые решает CRM-система. Это продажи, это маркетинг, автоматизация маркетинга, это улучшение обслуживания клиентов, то есть сервисная история и улучшение бизнес-процессов. Вот четыре фокусных, таких прицельных истории, в которые CRM целится и которые CRM помогает решать внутри бизнеса. Вообще, в Википедии же написано, что чаще всего внедряют CRM-систему для того, чтобы улучшить клиентский опыт, чтобы клиенты были довольны, удовлетворенность выше. В России то, что мы видим, по крайней мере, основной запрос, конечно, про продажи. Ну, так и последовательная история, сначала про продажи, потом про улучшение клиентского опыта, потому что они очень связаны. Так, слайды презентации будут, запись будет, можно будет детально поизучать, посмотреть, но это меня не остановит, я все равно вам все расскажу. Значит, первая базовая совершенно функция, которую CRM-система дает вам, это безопасность клиентской базы. Клиенты – это ценность вашей компании, для того, чтобы они принадлежали не менеджерам, у которых они там в собственной Excel-ке или в собственном мобильном телефоне, коммуникацию с клиентами, как Владимир уже сегодня упоминал, нужно строить от компании, не от менеджера конкретного, а от компании. Соответственно, клиентские данные должны быть внутри CRM-системы, Excel-ка для этого не очень подходит, скажу два слова еще чуть попозже об этом. Тут есть такой нюанс, что недостаточно просто в CRM-систему загрузить какой-то файл из сборных Excel-ек всех менеджеров, и торжественно его там оставить, и не работать с ней. Данные должны быть актуальны, это означает, что по ним постоянно должны совершаться контакты. Если это номер телефона, то вы по нему все время из CRM звоните. Если номер телефона изменился, то его непременно нужно изменить и внутри CRM-системы. Иначе там через полгода, через год данные просто устареют, и вы и контактных лиц их не найдете внутри компании, и позвоните там, написать им не сможете. Естественно, должна быть история этих коммуникаций и взаимодействий, потому что просто по мобильному телефону клиента, допустим, у вас там ушел менеджер в отпуск на больничный или из компании, и нужно вновь восстановить отношения с клиентом, нужно понимать, кто он такой, какая была коммуникация, какое взаимодействие было, может быть, какие-то договоренности уже есть, или не забыть позвонить, если там перенесен звонок с прошлого месяца, с прошлого полугодия. Очень важно, чтобы здесь же была история продаж, кто это такой, что это за клиент, то есть что он умеет, что он может, и покупал ли он у вас, то есть что ему стоит сейчас предлагать. Ну, естественно, категоризация. Что это за категория клиента, если вы внутри такие вот воронки или категории строите, по платежеспособности клиентов, по отраслям, по городам, почему угодно, чтобы вы быстро могли просегментировать базу и отправить всем, ну, условно, там в Питере изменился график работы или специальные условия на что-то, и вы быстро могли прокоммуницировать с этими клиентами. Так, бегу чуть-чуть дальше. Вот отдельный слайд я сделал прям про Excel, давайте его немножечко прокомментирую. Почему не Excel? Почему, ну, начинать с нее, наверное, хорошо и интуитивно понятно, но почему сейчас она не про CRM, не про отношения с клиентом? Ну, во-первых, Excel очень зависит от человеческого фактора. Если мы не, если изменился номер нашего клиента, мы его не ввели в свой телефон, но в Excel-ку не внесли. Это нормально. То есть мы же звоним по телефону, а не по Excel-ке. Поэтому данные постепенно устаревают. Они теряются, и там, и человеческий фактор я забыл, положил или забил, и просто автоматически я не изменяю, то есть мастер-системы нет, я не изменяю данные в Excel, изменяю в своем телефоне. Нет истории, понятно, мы говорили про это, нет разделения прав доступа. Вот то, что бизнесу очень критично и очень болезненно, мы хотим бы, чтобы клиенты принадлежали компании, не хотим, чтобы какой-то менеджер мог встать с частью данных и уйти в данных своих, а тем более данных компаний. Поэтому там разделение по правам доступа это ключевая история в хранении агрегации клиентов. На нее очень пристально нужно смотреть, Excel не решает это. Пролегко скопировать, да, прокомментировал, наверное, что нельзя, можно просто выгрузить. CRM позволяет запретить выгрузку клиентов. То есть это, конечно, не избавит, вернее, не остановит менеджера от выписать всех клиентов на листочек, но как минимум всех своих, а не двумя кликами выгрузить базу и убежать. Ну и, конечно, удалить такие файлы или данные совершенно невозможно. И с CRM-системы, если вы правильно права доступа настроили, нет у менеджера прав, на удаление базы данных. Вторая большая история, первая, да, сохранность клиентской базы. Круто, здорово, хорошо. Вторая история, это контроль входящих заявок и входящих обращений. Практика показывает, что подавляющее большинство бизнесов, не автоматизированных бизнесов, теряет большое количество заявок. Люди звонят в нерабочее время, они пишут на почту, которую никто не смотрит, там старая форма на сайте висит, которая куда-то не приходит или сломалась, и таких примеров очень много. Поэтому, конечно, все каналы, которые сейчас есть, внутри у вас, внутри системы поступают, либо это внешние каналы, например, чаты, мессенджеры, которые есть в социальных сетях, или прямые чаты и мессенджеры, должны быть интегрированы к вам, подключить все каналы внутрь к CRM-системе и точно, совершенно посчитать, какое количество обращений у вас есть. Это иногда такая шокирующая информация, сколько есть и сколько вы фактически теряете. Так, здесь же вот скриншот из Bittrex 24, когда вы достаточно просто подключаетесь к любому каналу. Ну, вот вы по иконкам можете видеть, что это и классические инструменты, и почта, и телефония, и современные, там, Instagram, Viber, Facebook, Skype, Telegram, Contacts, то, что вы используете ежедневно, регулярно. Так. Поподсматриваю немножко в чатик. Значит, про эфир, да, запись презентации эфира мы поделимся. В Bittrex 24 можно выписать счет ИКП, можно собственный шаблон. Да, коллеги уже отвечают. Все окей, вижу. Угу, угу, так, про помощь, про внедрение CRM, коллеги свяжутся, непременно помогут. Так, идем дальше. Скажите, пожалуйста, друзья, кто использует сейчас в текущем режиме продажу в мессенджере? То есть, у кого в бизнесе клиенты могут сделать так, что вы им отправляете в мессенджер ссылку на оплату, и они оплачивают? Поставьте мне какой-нибудь плюсик, то есть, кто этим пользуется? Вижу плюсики, их пока не очень много. А, вот теперь больше и больше. Так, отлично. Вижу плюсы, вижу минусы. Давайте я вам покажу маленький видеоролик, который иллюстрирует, как работает система. Можете поспрашивать у коллег, которые уже подключились, или просто за своим клиентским опытом понаблюдать. Я много раз делал такое сам. Очень удобная история. Значит, как это выглядит, если вы подключаете функцию к CRM-системе своей. Я тут маленький ролик заменю, там, свою картинку и свой голос на картинку и голос коллеги Екатерины Пифанова. Чуть-чуть проиллюстрирует, каким образом это работает внутри CRM-системы Bitrix24. Привет, я Екатерина Епифанова. Центр продаж одна из самых огненных новинок Bitrix24 Дубай. Я расскажу, как он работает. Все обращения ваших клиентов из соцсетей и мессенджеров попадают в ваш Bitrix24. Но просто консультировать покупателей уже недостаточно, поэтому мы сделали центр продаж. Теперь вы прямо в чате можете моментально принимать оплату от клиентов, записывать их на услуги и предлагать товары. Центр продаж находится в левом меню вашего Bitrix24. Здесь вы можете отредактировать страницы для продаж в чате, подключить платежные системы и настроить онлайн-кассу. Вот как работают продажи в чате. Например, вы организовываете детский фестиваль. Клиент пишет вам в Facebook и спрашивает, как добраться на мероприятие. Менеджер выбирает нужную страницу и отправляет ее клиенту в чат. Клиент решает, что хочет купить два билета себе и своему ребенку. Менеджер выбирает нужные билеты, добавляет скидку и отправляет сообщения с формой оплаты клиенту. Чтобы ваши покупатели могли легко оплачивать товары, мы добавили в Bitrix24 быстрые системы онлайн-платежей. Это оплата через Сбербанк, Альфа-Клик или Яндекс.Кассу. Клиент оплачивает билеты, цель достигнута. После праздника можно отправить форму предварительной записи на следующее мероприятие. Это позволит изучить спрос и удержать клиента. Быстрые продажи возможны не только в чатах, но и через SMS-сообщения. Узнать больше о том, как работает центр продаж, можно в наших статьях на Helpdesk. Будем рады получить от вас обратную связь. Что звука не было не у всех, что он присутствовал, но даже если у вас звука нет, то по картинке вы видите, как это работает. То есть клиент остается у себя в мессенджере, менеджер остается у себя в CRM-системе и достаточно быстро бросает ссылки по тому, как добраться, как оплатить или прямая ссылка на саму оплату. Работает очень здорово. Я очень рекомендую про улыбку, но тут дело вкуса на самом деле. Был у Михаила вопрос, как сделать так, чтобы подключить личный аккаунт, например, Telegram к Bitrix24. Помните, друзья, я говорил, что коммуникацию все-таки лучше выстраивать от компании и подключать личный аккаунт в этом смысле не очень здорово. Один аккаунт от компании и дальше уже CRM-система сможет привести диалог к нужному менеджеру. Если он знает его, если клиент пишет уже не первый раз, пожалуйста, да, либо если вы распределяете по менеджерам в зависимости от, не знаю, активности рандомно или как-то еще к какому-то принципу заявки между менеджерами поступающие. Вот одна из моих любимых историй про передачу лидов из маркетинга в отдел продаж. Я думаю, что вы с ней примерно сталкивались и знаете, что если задавать вопрос, кто виноват в том, что продаж нет маркетологу и продавцу, то вы получите совершенно там геометрально противоположные ответы. Маркетолог будет болеть все на продавца, который не умеет закрывать, продается на маркетолога, который не очень классные лиды привел. Поэтому очень важно внутри CRM-системы простроить ту самую передачу лидов, которые маркетинг привел в отдел продаж для того, чтобы они все красиво обрабатывали. Ну и CRM-система это единственно верный и объективный ответ на то, кто виноват в том процессе, что условно продажи не случились. Маркетинг действительно может привести не очень качественные лиды, и это слышно по звонкам, люди не ожидают коммуникации, они не то просили, не того ожидали. Либо мы видим, что менеджеры просто не обрабатывают лиды, или делают это через 3-4 дня, или разговаривают так, что у них не покупают. Вот совершенно точный, объективный ответ, кому в этом процессе нужно друг друга подтянуть, ну или себя подтянуть. Давайте вопрос, у меня сразу же и вопрос, и история. Есть ли, друзья, у вас варианты, почему один менеджер успешнее другого? Всегда такая картинка есть, значит, работает несколько человек в отделе, один лучше, другой хуже. В чем секрет? Пару вариантов накидайте мне, пожалуйста. компетенции, мотивация, личная организованность. Кому-то больше надо про внутреннюю мотивацию, кто-то больше подходит на роль продажника. Природа, порода, вот это к этому, наверное. Правильно понимает задачу, умеет работать с возражениями. Талант профессионализма. Смотрите, верного ответа, как такового, единственного нет. Значит, я готов согласиться буквально с каждым пунктом, который вы привели. История и в том, что у человека есть там природные качества, он классный коммуникатор, ему достаточно легко это делать. И, может быть, он очень трудолюбив и много сил вкладывает. И то, и другое может дать верный результат. Опять же, как это понять? Нужно смотреть на показатели и на то, каким образом конверсия внутри воронок работает. У меня тут есть история про девушку с бархатным голосом, там не только девушка, но и молодой человек присутствует, я вам быстро ее расскажу. В одной из компаний работало несколько менеджеров по продажам, была CRM-система, и девушка, которая разговаривала, ну, прям очень приятным бархатным голосом, очень круто назначала встречи. Значит, мы видим в воронке по конверсии, что из звонка во встречу конверсия очень высокая, существенно выше, чем у ее коллег. ЛПРы, лица, принимающие решения на стороне клиентов, это мужчины, там, 40 плюс, и вот очень гладко складывалась такая коммуникация. Вот почему успешно, да, природное качество. Голос и там, классно общается. При этом, когда она приходит на встречу, то закрывать встречу удачно у нее получается хуже, чем у ее коллег. Рядом работает молодой человек, у которого, там, первая конверсия достаточно низкая, ну, существенно ниже, чем у его коллеги-девушки, а закрывает он очень здорово. Руководитель отдела продаж смотрит на эту картинку, и там есть, ну, как минимум, такие две ветки, что с ними сделать. Либо поучить девушку закрывать сделки, чтобы и вторую конверсию подрастить, вот, либо молодого человека как-нибудь потренировать, назначать встречи с тренингом, с голосом, с чем-то еще поработать. Вот, а они поступают нестандартно, они объединяют их в пару, и девушка назначает встречи, и на встречу ездит с молодым человеком. Она приезжает, и сделку закрывает молодой человек, по сути. Вот, поэтому конверсия у них суммарно итоговая, выросла больше, чем у каждого могла бы вырасти и там, и в сумме дать прирост. Это про то, что очень круто смотреть по воронке продаж, кто в каком месте сильный, а в каком месте можно еще получше быть, подтянуться, или сделать какой-нибудь лайфхак. Так, и, наверное, знаете, что еще вот здесь я на этом слайде скажу про успешный менеджер другого? Был вопрос, который пришел к нам через форум, про то, что есть в отделе разные сотрудники, и они привыкли немножко по-разному работать. И наверняка вы тоже у себя видели, что какой-то менеджер, допустим, очень классный, и его результаты повыше. В этот момент что нужно сделать? Нужно посмотреть, благодаря чему. То есть, если это природное качество, наверное, с этим там не сильно можно сделать, не смасштабировать, да, вот, а если это, ну, удачная фраза, удачный скрипт, хороший заход, правильный текст, или что-то еще, что можно распространить на другую компанию, вот этим нужно пользоваться. Поэтому, когда у вас есть три разных способа обработки клиентов у трех разных менеджеров, вы смотрите, какой самый конверсионный, и его накладываете на остальных. Вот такой ответ. Так, теперь еще один момент про обязательное поле. CRM-система помогает менеджеру выполнять тот маршрут, который вы заложили, маршрут сделки. То есть, этапы воронки продаж, это, по сути, этапы сделки, по которым он идет. Нельзя перепрыгнуть сразу же со знакомства и выслать коммерческие предложения на сколько-нибудь там большую сумму, потому что так не работает. Нужно сначала выяснить потребность, потом выслать, может быть, коммерческие предложения на основании потребности, потом отработать возражения, и дальше уже, ну, как заведено у вас внутри, как вы выяснили, что оптимальный путь должен пройти клиент, вот такой. Менеджер не должен фантазировать и должен идти по этой самой воронке. Есть разные технологии, которые, внутри CRM-системы, которые позволяют это сделать. Ну, прежде всего, сама воронка. Есть такая штука, обязательное поле, когда менеджер не может двинуться на следующую стадию, если он не выяснил, например, регион или объем или оборот, какой-то ключевой показатель для того, чтобы сформировать, например, КП, коммерческое предложение. Тоже покажу маленькое видео, как это работает, и его чуть-чуть прокомментирую. Вот тот самый канбан, который вы видите в сделках. То есть, можете включить его, можете включить список в канбане, по карточкам работать очень удобно. Мы, соответственно, смотрим, что с этим канбаном получается. Небольшой звук есть у нас. Я чуть-чуть звук уберу и покомментирую. У каждого товара, или в данном случае у каждой сделки, мы можем сделать дополнительное поле. И мы вводим поле, которое называется причина отказа. И сейчас вот мышкой выбираем на каких стадиях это поле является обязательным. И говорим, что если менеджер закрывает сделку как отрицательную, как проигранную, то он обязательно должен заполнить такое поле. Система не даст ему закрыть сделку, если он такое поле не заполнит. Соответственно, мы создаем сейчас новую сделку и говорим, что-то у нас ошло не так, мы ее проиграли. Мышкой мы перетаскиваем сделку в проигранное. Вот она. Просто отпускаем, сделка проигранная, и система сама говорит, заполни поле, или я не пущу тебя в эту стадию. Это может быть не только проигранная сделка, не только эта стадия, это может быть что-то в начале, но принцип сохраняется тот же самый. Это обязательное поле, без которого дальше не сделать следующий шаг. В этой связи у меня есть еще один небольшой вопрос к вам. Сейчас я вернусь на презентацию. И вот так вот спрошу. Вы здесь видите стадии воронки продаж. Можете ли вы сказать мне, что с ними не так? Там точно есть один пункт, который не так. Давайте я скажу вот в нижней части этого экрана, что-то идет не так. Там скриншот стадий, то есть первая стадия обработка, вторая подготовка, и финальные стадии, их две, одна из них положительная, мы сделали то, что хотели, закрыли продажи сделку, и вторая стадия отрицательная. Видится ли вам здесь что-то неправильно? Вот, друзья, спасибо, не буду вас долго мучить, да, сразу же правильные ответы. Анализов причины, отказа нет. Вот здесь только одна отрицательная стадия, и это неправильно. То есть, если положительная одна, это нормально, то одна отрицательная стадия совершенно неверно. Вам не проанализировать, что же такое у вас получилось. Так, если меня не слышно, друзья, самый верный способ обновиться, и звук должен появиться. Знаете ли вы про ошибку выжившего? Это такая история, можно там поставить плюсик, если вы про это слышали. По сути, ошибка выжившего это неправильная аналитика на основе только одной группы пользователей. Пошло это с военных лет со Второй мировой войны, когда нужно было понять, что сделать с самолетами, как укрепить самолеты для того, чтобы их меньше сбивали. И данные о самолетах у нас есть только тех, которые вернулись. И это вот как раз та самая ошибка выжившего, потому что укреплять нужно, наоборот, именно те места, где самолет был сбит. Посмотреть на сбитые самолеты и то, что привело к гибели самолета, нужно бы здесь укрепить. Точно так же у нас в бизнесе. Нам нужно понимать, что у нас не получается для того, чтобы работать лучше. И такой лайфхак для всех руководителей отдела продаж или тот, кто смотрит CRM-систему. Первое, что хочется сделать, когда ты смотришь на сделки, чтобы понять, качественно работает менеджер или нет, ты идешь в проигранные сделки, фильтруешь их и смотришь на то, каким образом шли разговоры. И вот в проигранных сделках, в стадии, например, клиент говорит, что дорого, или продукция ему не нужна, или еще что-нибудь такое типичное, ты прослушиваешь несколько разговоров и сразу же все понимаешь. Может ли твой менеджер работать с возражениями? Как он это делает? Сдается ли он после первого спасибо не надо? Или пытается что-то такое сделать? Вот такой простой ловкайк, забирайте, очень хорошо работает, сам пользуюсь. Так, немножко про кроссейл и повторные продажи. Я думаю, что большинство из вас имеет не один продукт в арсенале. Я тут в чатике видел вопрос, что если продукт всего лишь один, это услуга и повторных продаж нет, нужны ли фермеры, или только хантеры, которые новые клиенты приводят, а повторных продаж нет. Я очень рекомендую посмотреть на свои бизнесы и не делать так, чтобы у вас была единственная услуга, которую вы один раз продаете. На самом деле, продажи цикличны, написаны книжки, обнимите своих клиентов, если я правильно помню, кейс про автосалоны, когда вы покупаете машину раз в три года или дальше, и даже у них выстраивается длинная стратегия с повторными продажами в разными способами для того, чтобы клиент вернулся обратно даже через три года. Поэтому отсутствие повторных продаж, ну, попробуйте преодолеть эту историю. Значит, повторные продажи могут быть и того же самого продукта, даже если там квартира или автомобиль. Повторные продажи могут быть смежных продуктов. Cross-sale так называется, когда у вас есть покупка автомобиля, а к нему ТО. Это вот повторные продажи или какой-то апгрейд автомобиля, там, сервис к нему любого способа. Сделайте такое упражнение, если у вас одна услуга, сядьте у себя, выпишите там карандашиком и ручкой, что еще ваш клиент после покупки вот этой ключевой вашей услуги может у вас купить, что вы можете сформировать ему как предложение, что вы можете фактически предложить. Поэтому повторные продажи должны быть. Это очень хорошая функция, которую CRM позволяет реализовать. Вот здесь на скрине есть тоннели продаж, то есть это разные направления бизнеса. И когда мы говорим, мы продали принтер, и к нему нужно продать картридж, это значит, что в соседнюю воронку мы бросаем заново продать картридж, а потом к этой технике, может быть, мы можем предложить компьютерный стол или что-то смежное, что по вашей аналитике работает и классно будет, и не забывать совершать повторные продажи. Знаете ли вы, друзья, что такое LTV? Lifetime Value. Пока вы ставите плюсики-минусики, я немножко расшифрую для тех, кто не сталкивался с этим термином. Lifetime Value это все количество денег, которые клиент приносит к вам за время коммуникации с вами. То есть, это не только первая продажа, но если клиент покупает у вас пять раз по тысяче рублей, то его Lifetime Value LTV равен пять тысяч рублей. Соответственно, мы целимся и в повторной продаже. Этот показатель нам очень важен для расчета, сколько мы можем потратить на привлечение такого клиента, когда мы даже можем потратить больше, чем маржа с первой покупки. Условно, тысяча рублей стоит наш товар, маржа там 200 рублей, а лид мы можем купить за 500, потому что уверены на основании нашей статистики, что клиент вернется к нам и совершит еще несколько покупок. Так мы обгоняем конкурентов в борьбе за лиды. Ну и, конечно, мы для того, чтобы такую уверенность у себя внутри иметь, должны понимать, что же мы продадим клиенту в следующий раз, как мы будем это продавать и быть абсолютно точно уверенным, что мы не забудем это сделать. Не то, что в следующем году, пожалуйста, вернись к нему еще раз, а это программная история, когда CRM напоминает тебе, создает сделку на следующий год или создает новую сделку в соседнем тоннеле, в соседнем направлении продаж или в соседнем отделе для того, чтобы точно совершенно не забыть про клиента. Это все умеет делать CRM. Теперь смотрите, почему-то одна из первых мыслей, когда мы видим падение продаж, это новые клиенты. И маркетинг говорит, давайте больше лидов, у нас будет там лучше конверсия, например, и мы можем каким-то образом вытащить из этой большего количества входящих обращений больше продаж. Очень рекомендую посмотреть на обратную сторону, это на работу с существующей базой, потому что они к вам лояльнее, это дешевле, и если у вас есть контакт этих людей, вы с ними можете коммуницировать, пожалуйста, смотрите на них, работайте с ними, выстраивайте регулярные продажи, акционные продажи точно так же можно таргетировать на своих собственных клиентов. Вы не только идете в интернет и вешаете баннер «Скидка 20%», вы идете к своей базе, разделяете ее по региону, по полу, если это гендерные праздники, по критериям, которые заложены у вас внутри CRM-системы, и делайте такое предложение. Предложение такое делать из CRM-системы можно автоматически через разные каналы. Можно работать, соответственно, вот с этим сегментом через e-mail. Можете отправить им письмо, можете отправить им смс, можете голосовой звонок на них нацелить, а еще, чуть дальше скажу, можно использовать даже таргетированную рекламу прямо из CRM-системы с этим таргетом. Теперь блок про автоматизацию. Это, ну, такой обычно второй этап внедрения CRM-системы. Вот первое, про что мы говорили, это выстраивание процессов. Сначала, если у вас CRM-система нет, то первое, что вы делаете, вы агрегируете все входящие обращения, которые есть у вас внутри CRM-системы, чтобы ничего не терять. Вы выстраиваете процесс, чтобы никого не забывать, чтобы все точно, совершенно клиент прошел по нужным стадиям. И когда вот эти процессы завершились, вы уже работаете с клиентами, со всеми, никого не забываете, работаете с ними системно, вы говорите, очень хотелось бы упростить жизнь своим менеджерам и какие-то вещи совершать без их участия. То есть, условно, с клиентом нужно совершить там 8 касаний, 3 из них мы совершим самостоятельно, звонком, остальные мы совершим автоматически. Отправим письмо, нацелим рекламу или отправим смс-сообщение. Пожалуйста, все сервисные функции можно совершенно легко переложить на CRM-систему, не делая это самостоятельно. Все сообщения, там, ваш товар находится в пункте выдачи, заберите его, пожалуйста, или там, ваш автомобиль прошел ТО и через день будет готов к выдаче, вы забыли в корзине что-нибудь и вернитесь, пожалуйста, что-то посмотреть. Это можно автоматизировать с помощью смс-сообщения, e-mail-маркетинга, то есть сделать автоматикой, не просить менеджера совершать такую работу. Запустить ремаркетинг, ну, тут по пунктам я иду немножко, да, сейчас остановлюсь, два раза уже анонсировал, точно расскажу. И третий пункт это присматривать за менеджером. Вообще, автоматика внутри CRM-системы BITX24 умеет смотреть, насколько быстро вы обрабатываете лид. Помните слайд, когда мы говорили лиды от маркетинга нужно передать в отдел продаж и точно проконтролировать, ну, говоря продажным языком, не протухли ли они, вовремя ли связались менеджеры на, вовремя ли связались менеджеры с клиентом, который обратился, который привел маркетинг. Поэтому система может посмотреть, сколько времени требуется менеджеру, и если, допустим, в течение дня или там нескольких часов вы выставляете такой период, менеджер не связывается, то система может напомнить, передать лид другому менеджеру или совершить какие-то действия, которые вы просите. Так, друзья, я больше говорю, чем подсматриваю в чатик. Есть, будут ли вопросы дополнительные? Я постараюсь оставить немножко времени на вопросы, но вот коллеги отвечают, я вижу, поэтому если вопросы про BITREX24 остались какие-то неотвеченные, да, мы попробуем в конце ответить на них. Так, а конец у нас уже близок, так сказать. Значит, роботы и триггеры это название тех автоматических действий, которые есть внутри CRM-системы BITREX24. Вот про роботов я только что рассказывал, что они умеют делать, коммуницировать с клиентом, присматривать за менеджером, делать автоматические действия. Триггеры, наоборот, ждут каких-то действий от клиента. Условно, вы сделали рассылку, и те, кто на эту рассылку отреагировал, перешли по ссылке, быстро попадают у вас на следующую стадию, вы сообщаете об этом менеджеру, и с ними уже нужно активнее взаимодействовать, потому что они теплые, горячие, как вы называете, в какой квалификации. Их можно настраивать достаточно просто, если логику вы определяете. Еще одна очень классная штука называется генерация документов, автоматическая. Это коммерческие предложения, это договоры, это разные документы, которые есть у вас на этапе продаж, и это правда экономит огромное количество времени менеджеру. Он не совершает ошибок при переносе данных, реквизитов. Вы не отправляете коммерческие предложения, в которых написано совершенно случайно имя предыдущего клиента. Здравствуйте, клиент номер один, а вы направляете клиенту номер два. Это очень неловко, неприятно всем, значит, здесь так из этой ситуации нужно как-то выходить. Если это делает автоматикой, это сильно экономит время менеджера, ну и исключает вот такой вот человеческий фактор, человеческие ошибки, поэтому очень рекомендую тоже посмотреть в эту сторону. Про рекламу из CRM давайте все-таки третий раз я про нее говорю и наконец скажу, что же я имел в виду. Значит, тогда мы выбираем сегмент из нашей базы, условно мы говорим все клиенты из Петербурга, которые совершили покупку в последние полгода, вот они у нас там сформировались, что мы с ними можем сделать? Мы можем либо отправить им там какое-то сообщение, письмо где-то, либо сказать добавь их, пожалуйста, в рекламную аудиторию там на Фейсбуке, например, или ВКонтакте. И мы добавляем эти имейлы и мобильные телефоны в рекламную аудиторию. Для чего? Для того, чтобы, например, если они находятся у нас в баронке, мы дополнительно их погрели, клиент начал с нами взаимодействовать, и вдруг он начинает видеть рекламу нашей компании. И это очередное касание, которое помогает вам установить более плотную связь с клиентом и поддерживать те самые 8, 9, 10 касаний, совершить их все-таки наконец. Мы можем сделать, например, такую штуку. Мы запустили рекламную акцию, и классически мы что делаем? Мы отправляем имейл-рассылку, например, по своим клиентам. Все, кто занимается имейл-рассылкой, знают, что процент открываемости писем, он не очень высокий, но там не выше 30 чаще всего. 70% наших клиентов не открывают письма, не читают, соответственно, не знают про нашу акцию. Вот пока еще не очень дорогой способ нацелиться на наших клиентов через соцсети, через Target, ремаркетинг, ретарбетинг, и рассказать им о том, что у нас акция. Да, письмо они не открыли, но отлично, они увидят нашу рекламу, это не очень дорого в текущем режиме, но зато охват у вас будет большой и красивый. Слайд, который больше посвящен маркетингу. Вообще жизнь маркетолога, как и, наверное, большинства из нас в последнее время ускорилась, и запускать акции, тестировать гипотезу, нужно в максимально короткие сроки. Одними из таких самых необходимых инструментов для донесения информации до клиентов являются сайты, ну или лендинги, их можно по-разному немножко называть, поэтому для того, чтобы маркетологу запустить или потестировать что-то новое, ему нужно взять трафик откуда-то, приземлить его на определенный лендинг, лендинг создать, и, соответственно, дальше с этим лендингом что-то сделать. Внутри Bitrix24 сразу же интегрированный готовый конструктор сайтов, где вы можете самостоятельно, без помощи программистов, за пару часов создать лендинг со своими фотографиями текстом, и, что самое главное, этот лендинг интегрирован с CRM-системой. То есть достаточно быстро вы можете рассказать про новый продукт, посмотреть, а новая цена зайдет клиентам или нет, поставить, вот вы сейчас продаете за 500 рублей, если мы увеличим цену до 600, это также будет продаваться, спрос эластичный, и вы запускаете трафик, часть трафика, например, на старый сайт, часть трафика на новый сайт с другой ценой, и смотрите, конверсии не отличаются, отлично, совершенно спокойно можем поднять цену, как один из кейсов. Ну или просто под трафик делаете разные лендинги, вы знаете, что чем точнее вы попадаете в ожидание в запрос клиента с трафика, тем выше конверсия, поэтому создание лендингов очень простой способ изнутри CRM сразу же. И опять же, огромное преимущество это в том, что это интегрировано с CRM-системой, весь трафик, который есть у вас на этом лендинге, сразу же попадает в CRM-систему и обрабатывается внутри менеджерами, там вы его не теряете, и контакты не теряются, конечно. Но сайты можно делать и просто, они адаптивные, под разные устройства, под мобильный телефон, под планшет, под обычный компьютер, они готовы к SEO-оптимизации, они могут интегрироваться с Google-аналитиком или с Яндексом, значит, они, естественно, являются частью общей CRM-системы, поэтому тоже очень рекомендую посмотреть на них. Ну и, конечно, для маркетолога один из важнейших инструментов это понимание, все-таки трафик, который мы привели, он в конечном итоге выливается в продажу или нет. Маркетинг считает обычно хорошо, но хорошо считает до того момента, когда заявка сформировалась и отдана в отдел продаж. Вот стоимость этой заявки они отлично знают, но этого, конечно, недостаточно, потому что нужно понимать, вот из этих заявок что-то завершилось с продажей или нет. Там бывают сюрпризы, поэтому CRM-аналитика должна быть сквозная, а вот сквозная аналитика дает понимание, трафик из Фейсбука лучше, чем трафик из Контакта. Вот я сейчас условно говорю, но этот ответ дает CRM-аналитика, вы можете посмотреть ее у себя внутри. Мы даем достаточно детальный отчет по вкладу менеджеров, даем отчет по стоимости сделки, и вы в очень простом отчете можете смотреть, правда, стоит ли дальше этот трафик пригонять из конкретно этой социальной сети, например, или из этой рекламной компании, или нет. Так, ну и я, наверное, ближе к финалу. Несколько пунктов, если так суммировать, что умеет делать CRM-система. Она умеет работать с клиентами, помогает синхронизировать базу, накапливать ее, делать ее актуальной, помогает общаться и хранить историю. Она помогает менеджерам, она выявляет, где менеджер может стать лучше, то есть точки роста, те стадии, на которых у него сейчас не очень, или на которых он классный, и эту практику можно распространить на других. Она заставляет менеджера идти четко по тому пути, который вы определили, который наиболее эффективен для обработки клиента, и выделяет лучшие фишки, вы их можете поймать, послушать в разговорах и распространить на всех остальных. CRM-это не только для продаж, это для маркетинга. Вы же в одной цепочке, в одной связке, маркетинге, продаже, они работают на общий результат продаж. Поэтому для маркетологов это повышение конверсии, потому что лендинги условно связаны с CRM-системой, потому что это единая система и передача льда очень гладко происходит, и потому что мы четко показываем эффективность. Этот трафик хорошо конвертируется, этот трафик конвертируется не очень здорово. CRM-система работает с продажами, позволяет сделать их системными. Не если менеджер вспомнит о следующей продаже в следующем периоде, а очень четко никого не пропустив. Ну и автоматизация очень большой, классный блок, про который я сейчас по верхушкам просто поговорил, но он очень здорово упрощает жизнь менеджерам, забирая у них большое количество задач рутинных, с которыми не нужно работать менеджером самостоятельно руками, и исключает человеческий фактор. Делает автоматические действия, про которые не нужно забывать. Так, друзья, я вывожу последний слайд. Вообще, Bittrex24, мы сейчас поговорили про CRM, про контакт-центр, немножко про магазины и сайты, вот чуть-чуть про последнее. Совершенно не сказали про то, что это комплексный продукт, который позволяет выстраивать всю работу компании, то есть работу всей компании внутри себя. Это задачи проекта, Владимир в самом начале упомянул, что есть таск-трекер, который позволяет организовать работу, и есть офис, такой виртуальный офис фактически, который позволяет общаться, коммуницировать, обсуждать идеи, быстро принимать решения, автоматизировать общие процессы компании, не только продажные, но и общие. Не тема сегодняшнего вебинара, но чтобы мы представляли, что Bittrex24 большой комплексный продукт. Итак, у нас осталось минуток пять, наверное. Я могу поподсматривать в чат прямо сейчас. Скажите, если есть неотвеченные вопросы какие-то, мы можем сейчас в эфире дать на них ответ. Так, я буду подсматривать в чатик, друзья. Позволяет ли Bittrex реализовать сайт агентства недвижимости? Реализовать сайт агентства недвижимости, естественно, да. Система бронирования отелей, насколько я знаю, то чаще всего отели используют определенную систему бронирования самостоятельно. Соответственно, можно взять и интегрироваться с ней. Можно ли делать просто бронирование собственного отеля? Да, есть такой функционал, можно посмотреть и на него, но лучше определиться, какой вам лучше подойдет. Вот здесь с интегратором проще поговорить. Вы расскажете процесс и какой результат вы ожидаете, и коллеги предложат оптимальное решение. Так, как работает мой план? Ух, вопросов, как сколько сразу про сквозную аналитику. Так, друзья-интеграторы, помогайте мне, я на все сразу прямо не отвечу. Значит, как работает мой план? У нас есть вообще подсказки внутри продукта. Если вы продуктом начали пользоваться, то в правом верхнем углу есть такой знак вопроса, и там большой help. Мы его пишем регулярно, обновляем, там актуальная информация, и можно там задавать вопросы, на части из них будет ответ. Видел вопрос про сквозную аналитику, на YouTube у нас есть, ну или там же в Help тоже есть ссылки, прям курс, вот часть Екатерины Пифановой, которую вы сегодня видели в ролике, дает целый курс, как настраивать сквозную аналитику. Так, это я погорячился, что все вопросы можно бросать. Я вот сейчас, я заранее прошу прощения, друзья, что прямо на все вопросы я сейчас не отвечу. Я возьму несколько, которых я успеваю в ленте пробежать. Так, можно ли базу розничных покупателей начать формировать уже в готовом сайте, а не в нашем конструкторе? Так, тут немножко не понял вопрос про сайты. Базу покупателей внутри Bitrix24 можно загрузить, не заново формировать, да, если она у вас есть условно на Excel, пожалуйста, ее можно импортировать. Про конструктор сайта тут немножко не понял, нужно уточнить вопрос. Так, поддержка штрих-кодирования, генерация штрих-кода будет только в сторонних приложениях. Так, это, наверное, больше к 1SBitrix управления сайтом. Коллеги ответят, наверное, поподробнее. Я сейчас вот на эту территорию не залезу, длинный получится ответ. Так, для продажи зоотоваров какие блоки must have? Помните, Владимир говорил про специфику, что специфика достаточно такая иллюзорная история, поэтому у вас классические блоки. Самое главное, наверное, что отличает продажу зоотоваров от многих, у вас очень мощный должен быть проработанный процесс по повторным продажам, потому что в основном у вас должны быть постоянные клиенты, им должно быть просто, понятно, удобно, вы должны их постоянно мониторить, остаются ли они в том же самом объеме покупок, можете ли вы продать им что-то дополнительно и не падают ли они в каких-то товарах. Условно, если я брал корм для кошек и попугаев и тут перестал покупать для попугая, нужно бы спросить у меня, не случилось ли горе в семье, не добрался ли кот до попугая, или я перебежал в другой магазин и там какую-то часть начал покупать. Вот за этим нужно следить, поэтому у вас очень активный блок не только по привлечению новых, а очень активный блок по работе с текущими клиентами, потому что продажи регулярные. Так, сквозная аналитика настраивается по B2M меткам, они есть, то есть, если их у вас нет, то их достаточно просто создать, если вопрос про есть ли они в Bitrix24, то да, есть. Есть ли автобзвон клиентов, есть ли автобзвон клиентов, рекомендовать его или нет зависит очень от бизнеса, иногда есть смысл в том, чтобы совершить автозвонок, есть такой функционал внутри Bitrix24, иногда лучше позвонить голосом, тут уже вы лучше знаете свой бизнес. Так, если уже есть сайт, можно ли его привязать к CRM? Да, можно, там есть несколько сценариев для того, чтобы поставить форму или виджет на сайт, даже если он не на Bitrix24 сделан, и тогда лиды будут к вам в CRM Bitrix24 пробрасываться, так можно. Так, про мобильное приложение вижу, постоянно разрабатываем, да, функционал, стремительный добавляется и в Bitrix24 и в мобильное приложение, упор большой делали на мобильное приложение, сейчас правда не каждый сценарий поддерживается там, но мы к этому идем. Так, какая подойдет CRM для зоомагазина? Я очень эфилированный товарищ, поэтому, конечно, говорю, CRM Bitrix24 отлично подойдет для зоомагазина, чуть выше отвечал, там, что за процессы могут быть. Так, много-много вопросов, друзья, давайте я возьму какой-то последний в самом конце, когда будет возможность бесплатного использования WhatsApp. Вот давайте, хороший вопрос, я немножко покомментирую. Так, про WhatsApp. Значит, сейчас есть возможность подключения через сторонние приложения или через интеграцию с Twilio к WhatsApp по классическим каналам. То, что говорят классический официальный канал, по моему мнению, это не очень ложится на сценарий, который большая часть бизнесов хочет. То есть, что мы хотим, когда подключаем WhatsApp? Мы хотим отвечать на вопрос пользователя или писать ему самостоятельно. Это можно сделать через сторонние приложения, но это, по сути, не разрешает делать официальная версия WhatsApp, потому что официальная версия WhatsApp говорит, он отлично подходит для массовых рассылок и для сервисных сообщений. Если у вас большой магазин, тогда вы автоматически говорите, вот несколько типов сообщений, там, ваш товар поступил, ваш заказ принят, ваш заказ оплачен, вот такие сообщения можно массово рассылать. То есть, для массовой рассылки все равно не работает. Поэтому текущий режим подключения через Twilio, скорее всего, не закроет вам ключевого сценария. И да, сейчас это подключение через сторонние приложения, которые позволяют и написать первым, но который там эмулирует мобильный телефон собственный, это точно не подходит для массовых рассылок. В эту сторону можно не смотреть, вас в любом случае забанят, что официальное подключение, что неофициальное. Поэтому это персональное общение, наверное, вот такого бесплатной интеграции в этом кейсе мы не сделаем, потому что это неофициально разрешенная версия WhatsApp. То есть, они не говорят, мы делаем интеграцию для того, чтобы вы первым написали клиенту и такое взаимодействие проводили. То есть, это скорее всего стороннее приложение. Так, друзья, огромное спасибо за такое большое количество вопросов. Мы, к сожалению, прямо на этом вебинаре не сможем на них ответить, не смогли, мне горько, грустно, но мы постараемся исправиться. Значит, что произойдет дальше? Сейчас мы все послушали вебинар, мы нажмем волшебную кнопку, чтобы запись сконвертировалась, и эти записи пришлем вам, чтобы вы могли пересмотреть, если это интересно, если какие-то моменты хочется еще раз покрутить и выписать себе, послушать. Мы попросим наших коллег, партнеров, интеграторов, которые сегодня были в чатике, отвечали на вопросы, связаться с вами. Во-первых, у них есть классные подарки для вас, мы анонсируем их в письме, и во-вторых, коллеги, вот уже детально не на бегу в лимите времени, а в спокойном режиме, смогут ответить на вопросы. Если у вас была какая-то задачка для BITREX 24, вы присматривались, или она уже реальная совершенно, что вот так можно сделать или нельзя. Вот на эти вопросы коллеги смогут ответить, поэтому в ближайшее время они вас наберут, свяжутся, будут контакты в письме. Если у вас вопрос срочный, то можно связаться первым. Тут инициатива только приветствуется. Огромное спасибо всем за то, что вы участвовали сегодня, за очень высокую активность, когда вы много-много вопросов писали. Еще раз прошу прощения, что на все не ответили, но вот у нас есть способ, как же сделать так, чтобы мы ответили на вопросы уже за рамками вебинара. Я вам только что огласил его. Огромное спасибо и счастливую удачу вам. Субтитры сделал DimaTorzok